Минувшая неделя для Ставропольской Краевой Думы оказалась очень социальной. Депутаты отправились на два выездных мероприятия, которые затрагивали одни из самых злободневных вопросов. Первый из них был посвящен закону об опеке. Депутаты отправились в рейд по двум детским домам. Один из них сейчас находится за моей спиной. Это санаторный детский дом номер 12. В эфире программа «Парламентский Вестник». Здравствуйте! По детским учреждениям поехали представители Комитета по образованию, культуре, науке и молодежной политике под председательством Артура Насонова. Ставропольский детский дом номер 12 всегда отличался от подобных казенных учреждений не только подходами, но и методами работы с воспитанниками. А сегодня это еще и научная площадка с множеством авторских разработок. Но главное отличие учреждения – постинтернатное сопровождение и социализация выпускников. И не только выпускников собственных, но и выпускников детских домов со всего края. Среди возможной помощи – подготовка документов для получения квартир или разрешения конфликтных ситуаций. Однако и это еще не все. Мы единственный детский дом в России, где дети получают стипендию. Стипендии выдаются каждые три месяца. Ставропольским филиалом Коснодарского университета МВД. Это личные деньги курсантов и сотрудников. Инициатива исходит от них. Значит, за что получают стипендию дети? За достижения в учебе, за достижения в спорте, за достижения в художественной самодеятельности, за, если это большой вклад в трудовую бригаду, которая у нас работает, детская трудовая бригада. В общем, за то, где он отличился чем-то от остальных и принес пользу этим всем живущим в этом детском доме. И пусть стипендия небольшая, зато выплачивается без задержек. Не меньше 200 рублей и не больше 500. Обычно, когда они получают в конце года за четвертую четверть и плюс еще за год, то у них рождаются очень солидные суммы. Потому что некоторые дети получают по 2, 3, 4 выплаты. Безусловно, это ребенок тратит. Но оговаривается с воспитателем, что он хочет купить. Раньше персонал детских домов решал все проблемы за ребенка, а также полностью обслуживал воспитанников. Однако теперь во многих детских учреждениях подобного типа группы формируются по принципу семейной жизни. Ведь если у ребенка не было родителей, это не значит, что он не создаст собственную семью. Для ребят готовят домашние условия. В их распоряжении собственные комнаты, санузел и кухня, оборудованная посудой и необходимой техникой. Одно из направлений работы детского дома номер 12 – ресурсные центры, в которых воспитанников готовят к жизни, прививая навыки ведения домашнего хозяйства и семейного бюджета. Также на территории детского дома оборудована учебная квартира, куда дети переезжают на несколько дней и живут по заранее согласованному распорядку на полном самообслуживании. Еще одной особенностью детского дома стала арт-хаус-площадка для работы с трудными детьми. Авторская методика помогает разобраться с тяжелыми детскими травмами, а для ребят работают несколько антикризисных комнат. Черно-белая комната, она специально сделана для детей и подростков, потому что соответствует их типу мышления, то есть черное-белое. Наша задача – показать, что черно-белая комната, она очень широкая, и можно привнести любой цвет, какой ты посчитаешь нужным. Каждый арт-объект в интерьере, он несет свою нагрузку и, естественно, психологический подтек. Какого цвета карандашик ты бы выбрала на сегодняшнее занятие? С каким настроением ты пришла к нам сегодня? Какого цвета тебе карандашик сегодня больше нравится? Покажи. Зеленый. Да? Подойди, пожалуйста, к нему. Вот такой зеленый цвет. А на что похож такой зеленый цвет? На карандаш. На карандаш, прекрасно. Таким же образом он может спрятаться в домике, если ему некомфортно, ему не очень хочется сегодня общаться. Он может помечтать на Луне. Интересно, что в детском доме номер 12 также помогают несовершеннолетним беременным девушкам. Раньше я была в группе мать и детян, то есть я рожала не в Ставрополь, я приехала с Буденовск, то есть поступила в группу сюда, у меня было 16 на тот момент. Вот, она подросла и нас сюда вот перевели в эту группу, в семейную. И, конечно, санаторным детский дом называется неспроста. На его базе находится настоящий больничный комплекс, который предоставляет широкий спектр медицинских услуг. Во многом схожа практика работы с детьми и в детском доме села Надежда, за исключением его вместимости. Сегодня в нем живут всего 22 ребенка. Тепло на душе, потому что здесь любовь так же не сыграешь. Да, мы видим, что они на самом деле как матери. Воспитатели, руководители, это педагоги, потому что психологи, они детьми занимаются, они их, видно, любят, у них отношения очень теплые, очень такие доверительные, я бы сказал, отношения с семьей. Я вообще очень впечатлен, потому что, ну, как дома, да, все очень и уютно, и тепло, и комфортно, и современное оборудование, и компьютеры, и телевизоры, и мебель хорошая. Следующим пунктом депутатской программы на неделю стала поездка в Изобильный, в реабилитационный центр для людей, страдающих зависимостями. Вместе с парламентариями его посетили и представители РПЦ, среди которых был митрополит Стоворопольский и Невиномысский Кирилл. Он осветил комнаты реабилитационного центра, больше похожего на уютный частный дом, и дал наставление пациентам. Нужно просто возненавидеть то, что мешает нам радоваться жизни. Вот что мешает радоваться жизни, нужно возненавидеть. Всеми силами своей души. А то, что помогает радоваться жизни, за этим идти, бороться всеми силами, всеми мерами. Изобильницкий реабилитационный центр для страдающих зависимостями, среди которых игромания, наркомания и алкоголизм, рассчитан на 20 человек. В нем нуждающиеся в помощи мужчины и женщины проходят курс социальной адаптации и психологической реабилитации от 6 месяцев до 1 года. Показатели у центра достаточно хорошие. После прохождения полного курса ремиссия у его бывших пациентов составляет более 60%. В данном центре я нахожусь уже почти год, 11,5 месяцев. И употреблял я раньше с 12 лет. И вот, в принципе, да, да, ну 10 лет почти. На самом деле очень тяжело, но здесь помогает то, что здесь идет профессиональная помощь. И здесь есть специалисты, которые как раз таки указывают на те ошибки, которые я допускал. Я просто раньше тоже у меня были попытки бросить употребление, потому что были очевидны последствия, у меня были проблемы. Я не хотел больше употреблять, но я не мог. Я постоянно возвращался к этому. Здесь мне уже указывают люди, которые прошли этот путь, и специалисты, которые знают непосредственно проблему. И возвращаясь из Изобильного, обратно в Ставрополь. Сегодня тему зависимости мы также обсудим с членом комитета Думы Ставропольского края по безопасности Николаем Новопашиным. Проблема зависимости одна из самых острых в современном обществе. Что сегодня для наркозависимых делается в нашем крае? Ну, первый момент. На сегодняшний день как таковая вот есть проблема в чем? В том, что нет статуса человека, который страдает наркозависимостью или употребляет алкоголь. Если он больной, им должен заниматься Минздрав. Если он преступник, а он преступник. Потому что надо найти надозу, надо приобрести. Это тоже провоцирует наркопроизводство и так далее. Если он человек трудной жизненной ситуации, значит, он должен заниматься Министерством труда и социальной защиты. Вот кто он? С одной стороны, межведомственная. А именно кто, какое ведомство должно заниматься этим? Сегодня губернатор возглавляет антинаркотистскую комиссию краевую, где есть все ведомства. И каждое ведомство силовое пресекает, помогает. Минобор профилактика, Минздрав это наркология, тестирование и так далее. Но все-таки, на мой взгляд, необходимо одно ведомство, которое будет отвечать, потреблять бюджетные средства и отвечать за реализацию этой программы. Задача сегодня, чтобы победить зависимость, задача, это втянуть молодежь в развитие. В развитие, чтобы они чувствовали себя нужными этому обществу, государству, в развитие своего города, в развитие края, в развитие той или иной отрасли, в развитие чего-то. Вот мне кажется, это самая лучшая профилактика каких родов, разного рода зависимости. Получается, что наркомания это недуг молодых, скажем так. Я когда работал с этой проблемой, с 2002 года обращались от 9 лет до 60. Поэтому это прежде всего проблема, она заключается внутри, когда человек теряет ориентиры в жизни, теряет себя. Именно поэтому с нами, помимо медиков, помимо психологов, крайне важна работа и помощь русской православной церкви. Сегодня в крае действует комплексная система реабилитации и ресоциализации наркозависимых, да и вообще лиц, страдающих в каким-либо зависимости. Давайте сейчас затронем статистику. Официально на учете в наркодиспансере краевом 8400 чем-то наркозависимых. Мы понимаем, что это вершина айсберга, потому что родители прикладывают все силы, чтобы ребенка не поставить на учет, потому что он поражается в правах, не устроится на работу и так далее. К сожалению, в наш век технологии развиваются быстрее, чем мы можем угнаться. Не успели мы запретить одно, появились там лекарственные препараты. Не успели запретить это, появились там какие-то конфеты, жувачки, табаки, всякие разные вещи и так далее. Мы же понимаем, что сегодня есть химический наркотический препарат, синтетический, так называемые дизайнерские наркотики. Для того, чтобы запретить наркотическое средство, необходимо понимать его формулу. Эту формулу законодательно внести в перечень препаратов, которые запрещены в обороту в Российской Федерации. И тогда за продажу этой формулы, этого препарата, наступает уголовное наказание. Но каждые практически 2-3 месяца выходит новая формула, пропитывается новое вещество. И совершенно нет ни стыда, ни совести, ничего. Деньги затмили, к сожалению, людей. Казать, что не наказывают. Да сегодня тюрьмы забиты. Я вникал, мы смотрели, по-моему, 1800 человек сегодня только в Ставропольском крае привлечены за распространение наркотических. Они сейчас сидят, эти люди. Это также огромная нагрузка для бюджета края, содержать их. На сегодняшний день главная задача – это прописать дорожную карту для нас. Законодательно закрепить механизм от того момента, как мама позвонила тревожная, до того момента, как мама позвонила счастливая и сказала спасибо. Моего ребенка пролечили, моего ребенка реабилитировали. После этого помогли его трудоустроиться. Ведь у нас в Ставрополе прекрасный центр занятости. Трудоустроили. Прекрасная вакансия. Он женился, родил деток. Покрестили. Живут. Ипотеку дали. Слава Богу. Буквально неделю назад в Ставропольской краевой думе приняли бюджет на 2020 год. Его основной отличительной чертой стала социальность. И практически полностью минувшую неделю депутаты посвятили контролю за помощью нуждающимся. Это дети-сироты и люди, страдающие зависимостями. Увиденным депутаты остались довольны. Однако останавливаться на достигнутом они не собираются. И продолжат оказывать поддержку тем, кому она действительно необходима. Но об этом уже в наших следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»